Здравствуйте, товарищи! Вся весна в один день. Вот так, перефразируя один из рассказов Рэя Брэдбери, хочется назвать погоду сегодняшнего дня. Налицо все её приметы. Во многих областях центра России и Украины с утра серебрится прихваченной заморозками трава, днём ослепительно сияет солнце, и, глядишь, после полудня вовсе тепло. И наряду с этим в Свердловской, Челябинской областях на землю ложится запоздалый снег. Массив облачности над восточными районами связан с обширным циклоном. Он пронизывает всю толщу атмосферы, малоподвижен, и оттого в Среднем по Волжье завтра по-прежнему будет хмуриться небо. Временами дожди температура днём всего 8-13 градусов. Кратковременные дожди пройдут на Северном Кавказе и Нижней Волге. Днём 14-19 тепла, в Астраханско- и Волгоградской областях плюс 11-16. Низковато для мая. Для Закавказья похолодание на европейской части страны чаще всего оборачивается обилием облаков и затяжными дождями. В эти выходные дни в Республика Закавказья вновь прогремят грозы, а в долинах Армении и Азербайджана возможен град. Температура днём не выше 16-21 градусов. От Скандинавии до берегов Чёрного моря в поле зрения метеорологического спутника попадают только лёгкие кучевые облака. Иногда их совершенно справедливо называют облаками хорошей погоды. В субботу и воскресенье в этих районах погода изменится мало. Днём в Эстонии, Латвии, Литве 16-21, в Белоруссии и на Украине до 22, в Молдавии 19-24 градуса. Однако ранним утром на почве, а в пониженных местах и в воздухе возможны слабые заморозки. До последнего дня тёплая погода держалась на севере, но уже завтра в Мурманской области, на севере Архангельской области и Карелии похолодает днём до 2-8 градусов тепла. А в воскресенье холодный фронт опустится до широты Риги, Москвы и Горького. В Ленинграде в субботу 16-18, в воскресенье 10-15 градусов тепла. В Москве завтра вновь солнечная, температура днём 17-19 градусов. 15 мая увеличивается вероятность небольших кратковременных дождей и станет немного прохладнее. И в заключении информация для садоводов-любителей. В ближайшие две ночи в отдельных районах Подмосковья ожидаются слабые заморозки.